Я еще раз хочу вас поприветствовать и поблагодарить за участие в этой конференции. Думая о лекции, мы сгенерировали вот такую идею, что хорошо бы поговорить об этой проблеме, о олигометостатическом процессе при опухолях верхних отделов ЖКТ. Потому что действительно эта тема обсуждается, она сейчас на пике, так скажем. Но я начну с истории, с исторических аспектов. Вообще впервые этот термин олигометостазы предложили два ученых, это радиотерапевты из Чикагского университета в 1995 году. И они выдавили концепцию ограниченного метастазирования в органы у отдельных больных. И опираясь на собственный клинический опыт, охарактеризовали, что при некоторых опухолях и у отдельных больных число метастазов может быть ограничено. И они могут быть сконцентрированы только в одном или нескольких органах. И гипотеза заключалась в том, что олигометостатический процесс – это такая промежуточная стадия между ранней и диссеминированной стадией. И через эту стадию проходят практически все опухоли. И вот хорошо бы поймать на этом этапе этот процесс, и используя агрессивный подход, можно добиться хороших результатов. И последующие 10 лет вообще об этой теме, это 1995 год был, об этой теме практически забыли. Вот они написали, и не было никакой публикационной активности на эту тему. И вот в начале нулевых годов вновь появляются первые публикации, посвященные данной тематике. И при том, что и четкой терминологии-то нет. А что такое олигометастазы? Олигометастазы, как правило, оперируют такими характеристиками, как ограниченное число метастазов, как уже было сказано, ограниченное число пораженных органов, еще используют в определенной группе больных такой показатель, как время до появления этих метастазов, после радикального удаления первичной опухоли. Ну вот посмотрите, если к 2010 году таких публикаций было что-то около 12, то в 2016 году 167 публикаций. Такой взрывной интерес к этой проблеме, поскольку действительно стало понятно, что мы имеем дело с каким-то особым процессом. И мы должны понимать и разбираться в этом, и в том числе и в лечебных подходах при олигометастатическом болезни. И надо сказать, что это очень неоднородная группа больных, которая может отличаться по своим прогностическим характеристикам. Это могут быть больные и с синхронными олигометастазами. То есть это те пациенты, у которых единичные метастазы были выявлены одновременно с первичной опухолью. Очень сложная группа больных, и мы не понимаем, действительно это олигометастазы по своему поведению или нет. Олигометастатический рецидив – это когда единичные метастазы появились после излеченной первичной опухоли. И олигопрогрессирование – это та ситуация, редкая, наверное, в нашем… редкая, видимо, но, тем не менее, существует, когда мы добиваемся полного эффекта, и потом через какое-то время полный эффект держится, удерживается, за исключением какого-то одного, может быть, двух очагов, которые не контролируются. И здесь мы тоже должны принимать какие-то решения. И можно было, конечно, вот этих всех больных, называть больные с единичными или солитарными метастазами рака. Но, в общем-то, и нечего огород городить. Но вот это название, оно не способно было бы отразить очень важный фактор особенности, благоприятные биологические характеристики процесса, которые, собственно говоря, и побуждают нас к активным действиям, что это не только промежуточная стадия, а по всей видимости отдельный биологический подтип, в отношении которого надо использовать, действовать максимально агрессивно, использовать все возможности для того, чтобы элиминировать имеющиеся единичные метастазы. Поскольку это приводит к увеличению продолжительности жизни больных, а в некоторых случаях и к излечению. И вот это один из первых крупных анализов, в котором было продемонстрировано, что хирургическая резекция единичных метастазов у... Здесь, правда, сборная солянка получила... Хирургическая резекция метастазов в легких способствует существенному увеличению продолжительности жизни больных. Но мы видим, что в этот анализ были включены больные с различными заболеваниями. Это и варианты эпителиального рака, меланома, саркома, и даже умудрились включить сюда больных с герминогенными опухолями. Как это ни странно. Но, тем не менее, 36% десятилетней выживаемости, это говорит о том, что излечиваем, видимо, этих больных. Они были излечены. 5000 пациентов было включено в этот анализ. И накопленный клинический опыт демонстрирует, что действительно вот такой вот агрессивный подход имеет право на существование при уже отдельных заболеваниях, в частности, при метастатическом кулоректальном раке, раке молочной железы, немелкоклеточном раке легкого. И у пациентов с резектабельными метастазами в печени кулоректального рака, пусть это небольшая группа больных, но радикальная резекция позволяет добиться 40% пятилетней общей выживаемости. У больных раком молочной железы, опять же, это очень ограниченная группа больных, не более 10% от всей популяции. Хирургическое лечение и лучевая терапия приводят к 60% десятилетней общей выживаемости. И при мелкоклеточном раке легкого хирургическое лечение, лучевая терапия в отношении солитарных метастазов надпочечники или легких, также способствует существенному улучшению результатов лечения этих больных. И надо сказать, что опухоли верхних отделов желудочно-кишечного тракта в этом контексте не являются исключением. И здесь представлены результаты ретроспективных исследований, в которых изучались результаты хирургического лечения больных с единичными метастазами рака поджелудочной железы. Эти метастазы локализовались в печени. И в отношении этих больных использовался комбинированный подход. Если это была не личная первичная опухоль, то химиотерапия с лучевой терапией или операция, если ее не было, то резицировали метастазы. Ну вот посмотрите, это данные РНАДАМа, и мы видим, что медиана продолжительности жизни составила 20 месяцев для этих больных, а пятилетняя выживаемость 25%. Я хочу напомнить, что это метастатический рак поджелудочной железы. Если взять пациентов с раком пищевода и также с единичными метастазами в легких, вот тоже серия ретроспективных исследований, которые демонстрируют, что медиана общей выживаемости этих пациентов может достигать 2-5 лет. Все исследования носили ретроспективный характер, и первичная опухоль была излечена перед операцией по поводу отдаленных метастазов. Но посмотрите, если взять вот это исследование, где демонстрируется 27 месяцев медиана продолжительности жизни, посмотрите, насколько специфичная группа больных как в отношении отбора для хирургического лечения, так и в отношении оценки его результатов этого хирургического лечения. Вот за 30 лет 57 пациентов прооперировано, что немного, с моей точки зрения. 49 больных включено в анализ, 9 больных были потеряны после операции. Не исключено, что у них было прогрессирование после операции. И мы видим, что показатели 10-летней, 5-летней выживаемости 30%. При этом преимущество имели те больные, у которых беспрогрессированный интервал после излеченной первичной опухоли, это единственный фактор независимого прогноза, благоприятного прогноза. И беспрогрессивный интервал, если был больше 12 месяцев, то мы увидим 10-летнюю выживаемость 30%. То же самое и в отношении больных раком желудка. Вот две статьи с крупными ретроспективными анализами, даже был проведен мета-анализ, и резицировали метастазы рака желудка в печени. 870 больных включено в 23 исследования в общей сложности. Медиана выживаемости 22 месяца, 5-летняя выживаемость 24 месяца, а при метахронном метастазировании этот показатель достигал 30 месяцев. Я бы так дальше мог бы перечислять вот эти все исследования, и на этом, наверное, можно было и закончить, что помогает кому-то и так далее агрессивный подход. Но можно сделать вывод на основании представленных результатов, что олигометастатическая болезнь действительно существует, локальные методы лечения способствуют существенному лечению общей выживаемости. Причем пациенты могут избежать токсичного системного подхода. И более того, пациенты еще и сами активно желают получить максимально эффективный вариант лечения. Порой, если с ними обсуждают и говорят о том, что давайте прооперируем, они охотно соглашаются на это. Но самый главный и ключевой вопрос, а как нам выбрать больных, как отобрать больных для хирургического лечения, либо для других методов локального воздействия, будь то радиочастотная обляция, какие-то другие варианты, молочевой терапии, при отсутствии стандартов лечения, при отсутствии клинических рекомендаций, какие ориентиры могут быть? И, безусловно, в основе принятия решения должны лежать биологические характеристики самой опухоли. Надо понимать, что это не просто промежуточная стадия между ранней и генерализованной стадией, олигометастатическая. Это, как я уже говорил, особый биологический подтип. И, по всей видимости, именно этим, по большей части, и объясняются такие превосходные результаты, в том числе хирургического лечения или других методов локального воздействия, в том числе и даже излечения больных. Но извечный вопрос. А вот больные долго живут, потому что их лечат? Или больных долго лечат, потому что они долго живут? На этот вопрос пока вот такого четкого ответа нет. Чем же отличается олигометастатический процесс от генерализованного системного процесса? В чем основное отличие? Ну, прежде всего, надо понимать, что на этапе формирования клона метастазирующего этот клон находится в более благоприятных условиях в зоне первичной опухоли. У него благоприятная среда, микроокружение, которое не способствует формированию агрессивных клонов. Но, тем не менее, какие-то клетки вырываются, метастазируют, малоагрессивные, так скажем. И при этом они, как правило, прилипляются в неподготовленные места, неготовые преметастатические ниши. И другой фактор, существенно, может работать очень хорошо, противоопухолевый иммунный ответ сбалансированный, который предотвращает этап метастазирования уже на каких-то ранних этапах. И вот эта биологическая модель продемонстрировала, что процесс накопления молекулярных нарушений, генетических нарушений при раке поджелудочной железы занимает приблизительно 12 лет. За это время идет клональная эволюция, формируется клон поврежденных клеток, которые имеют селекционные преимущества по сравнению с другими клонами. И в итоге через 12 лет мы получаем инфильтрирующую карциному. Дальше проходит еще 7 лет. И за это время уже этот клон является родоначальником других субклонов, которые уже способны метастазировать, способны выйти из первичного очага и прилепиться где-то в отдаленном органе. Но потом по каким-то причинам для большинства агрессивных клонов эволюция заходит в тупик. Они погибают. Непонятно пока почему. И остается клон с относительно благоприятными прогностическими характеристиками, которые могут метастазировать в ограниченных каких-то своих возможностях. И все. И дальше уже развивается олигометастатический процесс. По большей мере этим и объясняются вот такие великолепные результаты хирургического лечения. Либо какого-то другого иного лечения, направленного на элиминацию метастазов. Но все ли так просто? Все ли факторы мы учитываем, оценивая и анализируя результаты локальных методов воздействия? Ну вот давайте обратимся вот к той же работе. Это работа Адама. Мы видим 25% пятилетней выживаемости у больных с метастазами рака поджелудочной железы в легких. И другая работа другого автора. 0%. 6 месяцев медиана общей выживаемости. О чем это говорит? Это говорит о том, что в одном случае Рена Адам очень хорошо отбирал больных для хирургического лечения. А в другом случае при тех же показаниях, при том же числе метастазов, эти больные отбирались плохо. Поэтому мы и получили такие результаты во втором исследовании. Вот еще один анализ, который был представлен, он очень небольшой. Он был представлен на АСКО в прошлом году, и то в абстрактном виде. Но мы видим, что за 10 лет, но это анализ клиники Мэйо, мы видим, что за 10 лет было прооперировано 6 больных с метастазами рака поджелудочной железы. И эти 6 пациентов сравнивались с 18 больными, которые были идентичны по своим клиническим характеристикам с этими 6, в отношении стадии болезни, общего состояния, числа метастазов и так далее. Но эти больные в контрольной группе получали только химиотерапию. И мы видим, что медианная выживаемость в хирургической группе достигла 32 месяцев, а в химиотерапевтической всего 12 месяцев. Но надо помнить, что как бы не была хорошо подобрана контрольная группа в ретроспективном анализе, как бы все не было учтено, все факторы, обязательно мы что-то пропускаем. Мы можем оказаться в ловушке одного парадокса. Это парадокс Симпсона. И вот я хочу спросить у зала. Это математический парадокс, статистический парадокс. Почему среди моряков, оказавшихся вдруг за бортом, чаще выживают те, кто был без спасательного жилета? Какие могут быть ответы? Можно сделать вывод, что спасательный жилет не обязательно. Все равно больше выживают те, кто был без него. Не учитывали один фактор всего. Нет, они живые остаются. Они остаются живыми. Не учитывали один фактор. Я скажу, какой. Потому что моряки без спасательных жилетов чаще падают за борт в хорошую погоду. А когда буря, будь ты в спасательном жилете, еще море холодное и так далее, шансов на то, чтобы вытащить его, практически нет. Вот если бы этот фактор учитывался, был бы сделан правильный вывод, еще погодный фактор. Так же и здесь, так же и при оценке результатов хирургического либо другого иного лечения в отношении этих больных существует так называемый интервал потенциального бессмертия. У нас есть две группы пациентов. Одна хирургическая, другая контрольная. Примерно с одинаковым числом резектабельных метастазов. Вот в хирургической группе через какое-то время они подходят к операции. Но надо понимать, что к операции подходят те пациенты, которым суждено было подойти к операции, которые выжили вот за этот период наблюдения. А те пациенты с ранним прогрессированием, они из анализа в хирургической группе выбыли. Но они остались в анализе в контрольной группе. И получается, что существует еще дополнительный фактор, фактор дополнительной селекции больных для каких-то вариантов локального воздействия. Этим и объясняются вот такие великолепные результаты у одного хирурга и плохие результаты у другого хирурга. Существуют ли еще какие-то инструменты для того, чтобы нам выделить больных с вот такими благоприятными прогностическими характеристиками и в отношении них этих пациентов использовать весь свой арсенал хирургической, лучевую терапию, радиочастотную абляцию, любую другую абляцию. Пока, к сожалению, таких молекулярных предикторов нет. Хотя сейчас очень активно изучаются микро-РНК, это такие системные регуляторы метастатического процесса, некодирующая последовательность, очень короткая, с РНК. Их более полутора тысячи видов. И в зависимости от их сочетания можно разделить больных, так по всякому случаю предполагают, на больных с благоприятными прогностическими характеристиками, с олигометастазами и полиметастазами. Но пока это всего лишь экспериментальный подход, не валидированный, четко, в клинике его использовать нельзя. Ну и как же нам тогда выбирать больных для агрессивного подхода, в отношении которых мы можем сказать, обсуждая, давайте удалять метастазы, давайте еще какие-то какие-то варианты использовать в отношении этих метастазов. Не только системное лечение. Стандартов лечения нет, рекомендаций нет, молекулярных предикторов нет. И единственным инструментом, которым мы можем оперировать в клинике, это клинические характеристики, которые отражают биологические особенности процесса. Ограниченное число метастазов, как я уже сказал, беспрогрессивный интервал, возможно, чем он выше, тем менее агрессивный опухоль. Возможно, чувствительность к лекарственному лечению, она тоже может иметь, тоже может служить дополнительным инструментом для селекции больных, поскольку у пациентов, в данном случае я представил анализ лечения пациентов раком молочной железы, поскольку он наиболее крупный, казался, и мы видим, что у тех пациентов, у которых удалось добиться эффекта, они жили лучше, соответственно, получая объективный эффект, либо понимая, что мы контролируем метастатический процесс с помощью химиотерапии или лекарственной терапии, мы можем отбирать этих больных с единичными метастазами для агрессивного мультидисциплинарного подхода, поэтому я всегда предпочитаю, когда вижу пациента с какими-то возможностями для хирургического удаления метастазов, начинать с лекарственного метода и потом уже через 3-4 месяца в зависимости от эффективности, в зависимости от динамики, появились или не появились новые метастазы, уже дополнительно обсуждать с хирургами вопросы более агрессивного подхода. Безусловно, необходим мультидисциплинарный подход, надо обсуждать этих больных и на начальных этапах, и на тех этапах, когда уже закончено лекарственное лечение, потому что только командное решение может быть самым взвешенным и самым эффективным в данном случае. Но иногда просто наблюдение за пациентом может быть самым правильным решением, поскольку даст возможности болезни проявить себя и понять ее биологические особенности. Но я предпочитаю, например, заполнить вот этот период наблюдения, если опухоль чувствительна к лекарственному лечению, я предпочитаю начинать с лекарственного лечения. И, естественно, мы сейчас идем пока по наитию, мы идем с завязанными глазами, пока еще не понимая четко, как нам отбирать этих больных, как проводить селекцию этих больных. Но мне бы очень не хотелось, чтобы онколог оказался человеком с молотком. Как сказал Марк Твен, человек, у которого молоток в руке, видит, как правило, только гвозди. Вот очень не хотелось бы, чтобы онколог видел вместо этих гвоздей метастазы и постоянно их забивал, что называется. Необходимо думать, конечно же, и обсуждать каждый клинический случай в отдельности, пока у нас нет четких критериев для селекции этих больных. И пока мы должны ориентироваться на клинические характеристики, к сожалению. Спасибо за внимание. В общем, пожалуй, это все, что я хотел донести. Спасибо. 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 Спасибо.